Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, ребята и девчата! Сегодня хочется с вами поговорить о такой ситуации, когда уменьшаются или вообще пропадают продажи. Что мы обычно в таких случаях можем сделать или что, по крайней мере, хотим понять? Давайте посмотрим на данную ситуацию из одного из моих аккаунтов. В кабинете Амазона есть вот такая вот вкладочка, многие о ней знают. Reports, Business Reports и Sales and Traffic. То есть мы обычно идем посмотреть на трафик, который получают наши товары. Здесь эта страница, она сейчас чуть-чуть изменена. Здесь не видно абсолютных сумм, которые я практически никогда не показываю. И открывается нам эта страница именно не совсем здесь, просто Sales and Traffic. Здесь вот Sales and Traffic. Вот переходим сюда, получаем вот такую вот картину ежедневных. Она нам в принципе мало о чем говорит. Тут, наверное, стоит показать вот это выплывающее окошко, в котором вы можете добавить те опции, на которые хочется посмотреть. Но для демонстрации я убрал некоторые из них. Поэтому пусть вас не смущает немножко странный вид вот этих вот окон. Значит, смотрите, когда... Так он будет побольше, да, картина. Когда мы смотрим в разрезе одного дня, это нам мало о чем говорит. Надо перейти хотя бы на недельный трафик и продажи. Вот с этой вот вкладочки. Нам график поменяется и показывает вот здесь за предыдущие три недели продажи. Ну и сама кривая у нас видоизменяется. Здесь можно посмотреть по самим цифрам. И, как ни странно, я скажу, что и успокоится. Почему так? Потому что вот совпадение вот этих кривых говорит о том, что наша инвентаризация в порядке. Вот здесь есть такое вот расхождение. Оно в графике сильное. Но в цифрах это около сотни. Так что это не такое уж большое расхождение. Здесь вот с этих функций боковых у меня добавлено еще и процент проданных с байбокса. Там есть такой чекбокс. Можно его поставить вот здесь. И увидеть, сколько товаров вы продали с байбокса. Это вот хочу, чтобы особенно новички на это обратили внимание. Видите, какой маленький процент проданных с байбокса. Даже если посмотреть на 16,31% продажи 18% в верхнем случае, в нижнем 19%. Как бы понятнее объяснить, чтобы мысль была более доходчива. Вот смотрите, 16% тех товаров, на которые у меня байбокс показывались. Но самих чистых продаж больше, чем когда 31% показывался. Моих байбоксовских товаров. Или почти одинаково. Здесь в два раза больше показывалось. Но продажи что там, что тут одинаковые. Одинаковые. Так что не надо сильно переживать, что у вас нету байбокса. Да, он хорош, он сладкий, он приятный. Но он не абсолют. Так что здесь вам только надо, так сказать, поспокойнее к этому относиться. Если все это перевести в месячный разрез, вот через эту вкладку, то график становится намного более успокаивающим. Да, именно успокаивающим, потому что здесь четко и ясно видно, что продажи упали наравне с трафиком. Что это может означать? То, что товары, которые вы выставили, например, вот сейчас, в этот сезон, они не столь востребованы. Может быть, вот за прошлый месяц спрос на них падает. И равномерно и падает трафик, естественно, на них и ваши продажи. Что обычно в таких случаях делается? Ну, если просто так метаться, ну, естественно, ничего не будет понятно. Надо пересмотреть свою инвентаризацию. Пересмотреть не в плане поубирать то, что уже есть. И этого трогать не надо. Надо просто посмотреть, что более подходящее к этому, например, сезону. Какие есть там праздники на носу, да? Вот есть календари, если поискать, их много в интернете. Что можно поизменять именно в этом плане? А не то, что вот начинать удалять свои старые листы из-за того, что вот с них нету продаж. Все это дает еще раз, так сказать, повод к тому, что вот, допустим, вы добавили какие-то товары, да? Да? Там, допустим, процентов на 20-30 увеличили вашу инвентаризацию по количеству. Естественно, у вас вот этот график, он пойдет вверх. Вот эта синяя линия, трафик у вас увеличится. Но если при этом продажи не увеличились, значит, вы идете не в том направлении. Или сами товары по рейтингу не те, или, ну, сезонность вы неправильно определили. То есть спрос, вот начиная, допустим, вот с ноября, да? Первое ноября, вот так возьмем. То есть вот начиная с этой точки, когда вы начинаете что-то предпринимать, надо одновременно смотреть, какие результаты приносит то, что вами делается. Вот это надо отслеживать. Ну, можно в недельном, допустим, разрезе. Но в ежедневном разрезе вы ничего не определите. Практически нельзя вот смотреть свои продажи и трафик в ежедневном исполнении. Оно для анализа ничего не дает. Значит, смотрим неделю, смотрим месяц. Ну, по крайней мере, я делаю так. И, соответственно, этому корректирую свои товары. Вот здесь тоже полезная такая штучка, да? Вот ордеры, а здесь сколько у вас из этих ордеров не в единичном экземпляре покупалось. Тоже кое-что дает для размышления. В плане того, что выяснить, что у вас покупалось не по одной единице, а парами или по три штуки. И посмотреть, вот, может постараться именно эти такие товары, такой категории, такой ниши, вот такие товары бы выставлять, которые у вас брали там не по одной единице, а по две-три единицы. Ну, и опять же, еще раз, вот смотрите на байбокс. Очень низкий процент, так что он не панацея от всех бед. Торгуйте, не отчаивайтесь, и все у вас получится. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс. С вами был Феликс.